Пожарные не могут пробраться во Владимирские дворы. В случае пожара горожане могут долго ждать помощи спасателей. И вовсе не по вине сотрудников МЧС. Сегодня представители аварийно-спасательной части номер 3 наведались в один из дворов на улице Безыменского. Вокруг многоэтажки все уставлено машинами. Чтобы рядом с домом могла проехать спецтехника, необходимо хотя бы 3-4 метра свободного пространства. А если пожар происходит выше третьего этажа, нужен коленчатый подъемник, а это уже примерно 6 метров дороги. Для расчистки пути придется ждать сотрудников ГИБДД и эвакуатор. А при пожаре счет идет на секунды. Особенно, когда речь идет о спасении людей. Вас, наверное, интересуют какие-то вандальные методы. Можем ли мы применить, оттащить автотранспорт и тому подобное. К сожалению, нет. Такие ситуации у нас законодательно не закреплены за нами. Мы будем нести такую же ответственность за повреждение транспортного средства либо другого имущества граждан. Подобные выезды сотрудники МЧС проводят регулярно. Людям объясняют, что лучше предупредить беду. Решить, как действовать в этой ситуации, жители могут только сообща, на общем собрании. Например, в этом доме встретиться решили уже в ближайший понедельник. Причем не просто собственниками, а пригласить на собрание представителей районной администрации и МЧС. По словам спасателей, решать эту проблему нужно по всему городу, причем опираясь на опыт соседних регионов. Вообще практика такая есть, именно по московскому региону. Вблизи домов устанавливаются так называемые вафельницы. Это разметка желтая, оранжевая, ярко выделенная. Будь это знак, помеченный на участке дороги, где только лишь может устанавливаться спецтехника.